Не дня без порыва. Начало отопительного сезона в Перме знаменовалось серией коммунальных аварий. Очередная случилась у дома по Остарцево 9-4. Подвал жилого здания заливает кипятком уже на протяжении 4 дней. На месте происшествия побывала Евгения Чернявская. Распахнутая дверь в подвал и валище оттуда пар. Такая картина, по словам местных жителей, сохраняется с прошлого четверга. Что случилось, точно никто сказать не может до сих пор. Есть подозрения, что трубы лопнули во время пуска отопительной системы. Систему перезапустили и получается напор пошел, давление дали и все, трубы лопнули. В ПСК это приехало, посмеялись и уехали. И никто ничего не хочет. Там в подвале вода. И не только в подвале. Сырые в подъезде. Ну а больше всего в этой ситуации страдают жители первого этажа. Пар попадает в их квартиры и наносит ощутимый ущерб. Ну как, конечно, у нас парешь дома. Дышать нечем. У нас ребенок, вот школьник, первоклассник. И начинается отсыревать обои уже, плесень появляется. Начинает пол немножко вздываться. Я вот не знаю, на что это повлияет дальше. Тоже четвертый день сегодня. Сложно представить, сколько воды уже успело вытечь с момента начала аварии. Но вопрос, куда надевалось все это время, отпал сам с собой, когда мы увидели вот эти ручейки. Как казалось, в стыках между бордюрами есть небольшие щели. Местные жители куда только не обращались. И в управляющую компанию, и в аварийную службу, и в администрацию района. Два главных вопроса, которые волнуют горожан. Когда, наконец, решат проблему и кто будет платить за утекший теплоресурс? Эти вопросы мы приадресовали в Пермскую сетевую компанию, в чьей зоне ответственности и находится трубопровод. Там пояснили, что проблема еще серьезнее и коснулась 10 домов микрорайона Городские горки. На входе в отопительный сезон, когда мы выстраиваем режимы, да, в тех местах приемки, да, которые на жилой фонд уже заходят, да, бывают из-за разрегулированности, да, пока еще не настроены все зимние режимы. Сегодня специалисты в Пермской компании проводят ремонт в основном мероприятии на тепловой сети в микрорайоне Городские горки. На месте работают две бригады и специальная техника. Точные сроки окончания работ с сетевой компанией пока не называют, а также уверяют, что происшествия никак не скажутся на счетах жителей завода и отопления. Евгения Чернявская, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.